Приветствую вас! Ваш выбор поведения, то есть тот факт, что вы кладёте голову в определённое положение и эффект от этого связаны, конечно, во многом именно с эмоциональным состоянием, то есть вы, например, привыкли так проводить время, вы привыкли, то есть даже не привыкли, а у вас получилось один раз или несколько раз так достичь желаемого, то есть уснуть вы смогли, вы смогли таким образом уснуть, и уснув, таким образом вы стали продолжать использовать привычную модель поведения. То есть это, в принципе, норма...норм...нормально. Ну, вот именно само по себе такое поведение само по себе такой выбор он нормален. Почему такое происходит? Вопрос, конечно, очень интересный. На мой взгляд, ответ на него кроется именно в том, что случилось год назад с вами то есть ну совершенно очевидно, что какие-то события происходили с вами что что у вас появились проблемы со сном вот либо это это могут быть либо нервы либо какие-то переживания вот либо, ну что-то еще то есть некие травмирующие, раздражающие, выводящие из равновесия последние последние наиболее полно отражают то, что с вами, с вами может происходить события которые и привели к смещению способа заснуть вот хотя, конечно, это всего лишь предположение, да, а для результата нельзя все-таки именно вот анализировать то, что с вами происходило этот год ну вот за этот год или год назад или за этот год то есть тут вы сами как вот как хотите то есть как считаете возможным возможным для себя так и собственно ну так и нужно вот как считаете правильным для себя а так и нужно действовать вот если вы хотите чтобы мы помогли то нужно проводить детальный анализ вашей ситуации и смотреть что именно с вами происходило вот вполне возможно что подучкой вы защищаетесь от кого-то или от чего-то вот что опять же в принципе нормально то есть сам факт а сам факт того что а вы накрываетесь подушкой подушкой обозначает защиту как вы пытаетесь защититься но от чего вы защищаетесь это конечно непонятно вот потому что как я уже сказал а значит вот многое зависит именно от того что происходило у вас в жизни в тот момент и в каком вы были состоянии эмоциональном состоянии эмоциональном я имею ввиду вот то есть как вы себя чувствовали эмм что вы чувствовали чего хотели и так далее это конечно очень важный момент если если мы хотим опять же помочь вам разобраться с тем что у вас ну произошло на этом в принципе я думаю можно закончить мой ответ я надеюсь что это было полезно для вас надеюсь что это было эм интересно и надеюсь что вы сделаете для себя определенные выводы надеюсь что вы либо поработаете сами пытаетесь вспомнить проанализировать свои чувства с позиции здесь и сейчас это уже прошел год вот либо вы обратитесь к психологу и уже с помощью психолога значит разберетесь с тем что с вами случилось на этом все если у вас остались вопросы вы можете задать мне их в личку я буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи и удачи